Бисмиллахи ррахмани ррахим Даже многие из мусульман не уверены в том, как оно переводится Слово «Ислам» является единственным словом в переводах Корана, которое не переводят и оставляют на арабском языке У этого есть своя причина Если мы заглянем в словарь арабского языка, мы увидим, что его языковое значение заключается в нескольких словах «Аслама» является глаголом существительного «Ислам» Оно подразумевает такие значения, как покорность, повиновение, искренность и мир Покорность и повиновение повелением или предписанием, это понятно Но искренность Остановимся здесь на секунду Если это требует искренности, значит, это не может быть каким-либо образом навязано Потому что если что-либо было навязано, это исключает искренность Потому концепция того, что «Ислам» распространился мечом или каким-либо другим видом силы, невозможна Так как «Ислам» требует искренности И, наконец, слово «мир» — это то состояние умиротворения, которое человек ощущает в своем сердце после исполнения первых трех условий После того, как человек искренне вошел в покорность и повиновение, он ощущает умиротворение по отношению ко всему, что из этого исходит Но что же все-таки обозначает «Ислам»? Мы говорили о языковом значении этого слова Но что же все-таки под ним подразумевается на самом деле? Какая связь «Ислама» с Аллахом? Является ли Аллах Богом? Есть ли у него какая-то цель? И кто такой «Илях»? По факту, самым значимым значением в «Исламе» является Аллах Слово «Бог» является не совсем точным переводом этого слова Так как слово «Бог» в русском языке имеет только одно значение — «Бог» В арабском же языке «Аллах» исходит из слова «Илях», которое обозначает предмет поклонения Это может быть что угодно — камень, палка, кость, ручные изделия Что-либо, что можно положить на полку Звезды, луна, вселенная Словом, все, чему человек может поклоняться и превозносить, является «Илях» Это также может быть положение в обществе Кем человек является, социальный статус, карьера, деньги Все это является «Илях» — предметом поклонения Слово же «Аллах» не просто обозначает предмет поклонения А является именем настоящего Бога Единственного достойного поклонения Аллах — единственный, кто достоин поклонения В таком случае, является ли этот Бог богом арабов-мусульман? Естественно А что насчет арабских христиан? Знаете ли вы, что также существуют арабы-христиане и арабы-иудеи? Для обозначения Бога они используют то же самое слово На первой странице арабской Библии, которая, кстати, является намного более древней, чем русская Библия Вы найдете слово «Аллах» в 17 местах Вот так вот Идем дальше Что насчет веры в Мухаммада? Это что-то подобное вере христиан и иудеев? Христиане веруют в Авраама, и иудеи веруют в Авраама Этот пророк являлся для них праотцом единобожия Веры в одного Бога Потому ответ будет утвердительным, потому что это именно то, о чем говорил Мухаммад Многие люди не подозревают, но Мухаммад, мир ему Является прямым потомком Авраама Именно так, через его сына Измаила Хорошо известно, что Измаил является праотцом многих сегодняшних арабов И изучая его потомков, одного за другим мы доходим до пророка Мухаммада Мир ему и благословение Аллаха Как насчет остальных пророков, являющихся потомками Исаака, другого сына Авраама Значит, мы знаем Моисея, не правда ли? А также Давида, Соломона и, конечно же, Иисуса И мы говорим «мир им всем» Для мусульман это очень важно всегда повторять Когда мы произносим их имена, да пребудет мир над ними Знаете ли вы, что общего было между Моисеем, Давидом, Соломоном, Иисусом и Мухаммадом? То послание, которое они принесли людям Авраам повелевал людям поклоняться Богу напрямую И остерегаться язычества и многобожия Моисей, да это же известно каждому Десять заповедей Моисея Самая первая из них гласит «Не поклоняйтесь никому, кроме одного Бога» Приказ от Бога «Не поклоняйтесь никому наряду со мной» Бог приказывает Моисею это выгравировать Как насчет псалтеря Давида и Соломона? Конечно же, они имели идентичные убеждения Их вероубеждения не были похожими Они были идентичными И, наконец, Иисус, мир ему Многие скажут, что Иисус говорил то или другое Но если мы действительно заглянем в Библию Что мы увидим? Мы увидим, что Иисус не был тем, кто имел все эти разнообразные идеи и мнения А им на самом деле был Павел Слова же Иисуса в точности соответствуют предшествующим его пророкам От Матфея 5.17 Иисус говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков Не нарушить пришел я, но исполнить» Если же мы заглянем в книгу Марка Мы увидим самую главную заповедь Посмотрите, что он говорит Иисус отвечал ему «Первое из всех заповедей Слушай, Израиль Господь Бог наш есть Господь единый И возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всею душой твоей И всем разумением твоим И всей крепостью твоей Вот первая заповедь Теперь мы узнаем Что это послание действительно было очень важным Поклоняйтесь Богу И не поклоняйтесь ничему наряду с Ним Это является в точности тем же самым Что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха Пытался донести до людей в свое время в Мекке Так как они отошли очень далеко От предписаний своего праотца Авраама Да, они до сих пор практиковали некоторые ритуалы Но без настоящей веры Они до сих пор совершали обход вокруг места Которое построил Авраам Со своим сыном Исмаилом И вы знаете, что самое странное в этой ситуации? Эти люди полагали, что они совершают именно то Что их предшественники Но на самом деле Они настолько далеко отошли от этого Что их поклонением Стало просто физическое присутствие Без какой-либо веры Как в поклонении Так и взаимоотношениях между людьми Они погрязли в алкоголе Разврате И беспределе Они не были хорошими людьми Возвращаясь к исламу Как насчет книги, которая называется Коран? О чем она? Стоит начать с того, что вера в Коран Включает в себя веру во все прежние писания Что указано в самых первых строках Корана Вера в то, что было неспостано Мухаммаду Мир ему и благословение Аллаха И в то, что было неспостано до него Коран повествует нам о Торе, Забуре и Инджиле Тора является пятью книгами Моисея Забур — это псалмы Давида А под Инджилем подразумевается Евангелие Потому тот, кто не признает, что эти писания Изначально были неспостаны Господом Богом Их веры в Коран самой по себе недостаточно Так как Коран повелевает нам веру в Писание Неспосланное Богом до Него Что же обозначает это слово «Коран» по-русски? Оно не обозначает книга Слово «Библия» обозначает книга С греческого «Библиос» Слово «Коран» — арабское И обозначает чтение То, что читается И именно таким способом Коран дошел до наших дней Знаете ли вы, что Мухаммад повторял его так Как он слышал его от Ангела Гавриила А после этого читал его людям Теперь мы сделаем небольшую паузу После которой мы вернемся к разговору об этих книгах Продолжение в следующем видео Что такое ислам? Мы опять возвращаемся к этому же вопросу Какое отношение все это имеет к исламу? Мы говорили о том, что обозначает это слово Мы говорили о слове «Аллах» О том, что это имя единственного Бога достойного поклонения Мы коснулись Божьих пророков и их послания, которому они учили людей Не поклоняйтесь никому, кроме единственного Бога Мы упомянули Тору, Забур, Инжиль и Коран Все это не способно от одного Бога — Аллаха И все это содержит одно послание Поклонение Бога — это не просто вера Мы должны воплотить его в жизнь, воплотить его в практику Но для чего это все? Для чего мы говорим об этих вещах? Это все для того, чтобы помочь нам решить самую большую проблему Понять смысл нашей жизни Человек всегда задает себе вопросы «Кем я являюсь?» «Где я?» «И чем я должен заниматься?» Но каждого человека также интересует «Для чего я здесь?» «Как я сюда попал?» «И есть ли у этого какая-либо цель?» «И если есть, то в чем она?» Единственный, кто смог бы действительно дать ответы на эти вопросы, является наш Создатель Если существует Создатель, то его ответственностью является объяснить нам Для чего мы были созданы? Что он ожидает от нас? И для чего предназначается эта жизнь? Со времен Адама, до наших дней, Аллах показывал людям, что же Он от них хочет Это совсем простая вещь, чтобы мы ничто не превозносили и поклонялись только Ему и никому другому Мы также знаем, что эта жизнь является всего лишь проверкой от Бога, способного на любую вещь Это то, для чего мы рождаемся и умираем Так как, чтобы мы были проверены, у этого экзамена должно быть начало и конец В следующей жизни никто уже не умрет Хорошие и плохие, каждый будет возвращен к жизни для того, чтобы прожить ее в счастливом состоянии Или злополучном состоянии В зависимости от того, как было пройдено испытание То есть мы говорим о тесте, который основывается на поклонении Поклонении Богу Авраама Это то, с чем приходили все пророки А человек, совершающий это поклонение, является слугой Аллаха Дальше мы узнаем, что это испытание основывается на правах и ограничениях Самое большое право — это право Бога Чтобы мы не поклонялись никому, кроме Него Права пророков — чтобы люди следовали за ними А также ограничения — не приступать к границу дозволенного У каждого есть свои права У вас, у меня, у женщин и у детей есть свои права Но ни у кого нет права ущемлять права других людей или угнетать их Это очень важная часть ислама Никто не должен приступать к границу дозволенного В противном случае они становятся притеснителями И посмотрите, что Аллах говорит по этому поводу Он сообщает нам, что Он запретил самому себе притеснять кого-либо И запрещает нам это также Обратимся к следующему моменту Мы говорим об одном единственном Боге — Создателе Это тот же Создатель, о котором повествует Библия Что Он создал небеса и землю за шесть дней Это очень ясно сказано как в Ветхом, так и в Новом Завете Для иудей и христиан И также и в Коране Но есть отличие Одно отличие Он не отдыхал на седьмой день В Коране не упомянут седьмой день А сказано, что Он возвысился над Своим троном И что Он останется над Ним до конца дней Идем дальше Адам и Ева Находим ли мы в Коране кого-либо под именем Адам? Знаете ли вы, как произносится имя первого человека на земле по-арабски? Также Адам, его жена Хава или Ева по-русски Они оба были в раю, где для них было устроено одно простое испытание Наслаждайтесь любыми вещами Пейте и ешьте все, что вам по душе Кроме одного Не ешьте с дерева С одного особого дерева Не ешьте с него Насколько нам известно из Библии Ветхого и Нового Завета И, конечно же, из Корана То же самое Что к Адаму и Еве, когда они были в раю Явился некто Его называют дьяволом Сатаной Люцифером Или по-арабски Шайтаном Но убеждения мусульман отличаются Так как не считается, что он является павшим ангелом Так как ангелы сотворены из света И они всегда беспрекословно подчиняются Он же был сотворен задолго до человека из нечто Что называют бездымным огнем Мы также называем их джинами Мы не видим их Но они видят нас Они существуют и по сей день Они здесь, хотя мы их и не видим Ангелы всегда подчиняются А джины могут делать, что им вздумается Так как у них есть воля и право выбора В отличие от ангелов Когда Бог создал Адама Он сказал Это мое лучшее творение И приказал ангелам Пояснить перед ним И они упали Но Шайтан нет Он не захотел подчиниться Так как у него было право выбора Подчиняться или нет И он выбрал ослушаться Это послужило причиной тому Что теперь он пытается сбить каждого человека И заставить следовать его же пути Пути ослушания своего Создателя Тот же, кто последует за ним Попадет вместе с ним в ад Который станет его последним пристанищем Теперь у нас есть некоторое представление о дьяволе Он приходит к Адаму и Еве И пытается склонить их попробовать плоды запретного дерева Согласно Библии и Корану Они оба сделали это Но в Коране все-таки есть отличие В нем сказано Что они оба раскаялись с одеянным Никто после этого не винил другого Женщины не являются грешными из-за этого Адам сделал то, что он сделал И Ева сделала то, что сделала она Но мужчина не винил ее И женщины не отвечают за то, что она совершила Дети также не рождаются с врожденным грехом Они рождаются невинными Невинными, как новорожденный ребенок Мы знаем, что Иисус вернется в последний день Но вернемся к последнему посланнику После Иисуса больше не было пророков, потомков Авраама Последним потомком его сына Исаака был Иисус А последним потомком Измаила был Мухаммад Чему же он нас учил? Он был лучшим из обычных людей Он прожил свою жизнь и умер У него были прекрасные манеры Не было плохих привычек Он не пил и не занимался глупостями И вы знаете, что я имею в виду В то время, когда все люди вокруг занимались отвратительными делами Он не был на них похож Потому они называли его правдивым, честным и достойным доверия Они дали ему так много прекрасных прозвищ Так как он был в стороне от всех мерзостей и грехов И это все еще до пророчества Поклонение Богу Авраама Это именно то, что нам повелевал Мухаммад То же послание, что принесли другие пророки Поклоняйтесь Богу Авраама Единственному Богу У которого нет партнеров Веруйте во всех его пророков И книги, с которыми они были посланы И особенно в то, что Иисус был рожден непорочным зачатием Совершал чудеса по Божьей воле И распространял ту же весть Нет другого Бога, кроме Бога, которому поклонялся Авраам И все пророки И что Иисус вернется на землю, принеся с собой мир Также Он предупредил нас о Антихристе О многих обманщиках, которые будут называть себя именем Иисуса Но не следуйте за ними Это обман Кознь дьявола продолжится до конца дней И он не сдастся Он надеется, что он сможет одолеть нас Мы же должны продолжать верить в единственного Бога Совершать праведные дела И раскаиваться в прегрешениях Есть еще несколько вещей, которые я хотел бы упомянуть Мы не перестаем удивляться, как много научных доказательств истинности Корана содержится в этой книге Многие из вещей, которые сказаны в Коране или были сказаны пророком Мухаммадом Не могли быть известны науке 1400 лет назад Что является ясным доказательством того, что Коран не способен создателем неба и земли Коран говорит о вселенной, как она устроена, как вращается земля и о том, что она является круглой Как ребенок развивается на различных стадиях в утробе матери Многие вещи, которые стали известны науке лишь 50-60 лет назад, указаны в Коране В исламе есть шесть толпов веры Вера в Бога, его ангелов, его книги, его пророков, Судный день и предопределение И пять практик, без которых ислам человека будет неполным Свидетельство веры в Бога и что Мухаммад является его пророком Выполнение пятикратной молитвы, пост в месяц Рамадан Выплачивание богатыми небольшой ежегодной суммы для бедных, закат И совершение хаджа для тех, у кого есть на это возможность Вкратце о том, что такое ислам Субтитры создавал DimaTorzok